1286 хадисом обделяем не сам это было но сами говорил полякаде ма абу дара ла уфмана мина шам однажды абу дара прибыл к уфману и шама пока ли я мира мумин скалу амир умин фата халбаб нам и фта халбаб хаттаят холин нас открой двери чтобы люди могли к тебе зайти то есть будь более доступным чему мол люди тебе не могут зайти и так далее то подобное а тахсибу не минков мин не кровать куран для южа визу ханаджио или же ты считаешь что есть тех людей которые читает куран и этот куран не проникает дальше и глоток братья баракала уфикум ученые говорят о том что был некий диалог между мави и абу даром ему а вы то есть здесь как бы часть хадиса приведена и мало вы пересал абу дара за что-то и уфман подумал уфман подумал что абу дар разгневался на мави и не хочет ему подчиняться разгневался из-за этого диалога который пришел потому что мави был правитель то есть он был более представителем усмана пшами и вот баракала уфикум по этой причине то есть и когда эти это дошло до абу дара он пришел к уфману то есть когда ему кто-то сказал что уфман то есть абу дарзил девшами и между ними мави было какое-то недопонимание и может быть кто-то сказал что-то уфману таким образом преподнес что как будто абу дар не хочет подчиняться уфман вот эта история ясно да ученый год его это взгляд некоторых играет и теперь зная эту историю смотрите ходима абу дар аля уфман пришел абу дар к усману меньшам после того когда у абу дара дошло то что сказали про него уфмана фоколи я мой румин и в тахлеба вы хотят у нас вами румин открой говорит двери чтобы вошли люди посмеется позволь мне к тебе войти и с тобой поговорить а такси буни минхо у меня кровона куран для южау за она же неужели ты считаешь что из тех людей которые читают куран и заходит куран дальше глоток а мы знаем что это описание кого хавариджи ям руку на минадин рука сами на риме они вылетаются из религии точно так же как пробивает стрела тушку сумма ляя уду нафи и потом не возвращается в нее оттая уда саму аля фу ки пока то есть не возвращается религию пока стрела не вернется в лук она же уже не возвращается если стрела вылетает звук они являются самыми худшими из живых существ и самыми худшими из из людей сказала бузар описывая хавариджи вальдавина в себе яде клянусь тем в чьих руках моя душа для у марта не она куда ляма кунта аллаху акбар обратить внимание вот так оно должно вот это понимание сахабов то что пришел куфмага валахи если ты мне скажешь не сейси мне приказ сесть я никогда не встану то есть прикажешь сиденье вставать буду сидеть поля у марта не а на куна хайма лаком деслим не прикажешь всегда стоять я буду стоять у мамка на тьме лежать до тех пор пока мои ноги будут меня держать поля робот тани а леба ирин есть ты мне привяжешь к верблюду для муты лек мафси от атаку на анто тут лекунь я сам себе не развяжу от верблюда от этого вернута пока ты меня не развяжешь сумма става на ван я тебя работа потом он попросил разрушение уфмана отправиться на землю лично территорию разновался работа фабина лягу и он ему от я позволил фатах и он отправился на эту местность фата когда он принял пришел в этот в эту местность работа фейда абдун я увидел что какой-то раб стоит имамом для людей увидел что какой-то раб стоит имамом для людей то есть люди молятся за кем и мамка обсалят пока ли абузары люди сказали прибыл абузар прибыл абузар фанакаса лапы этот раб начал отходить то чтобы абузар занял его место шарпили лягута поддам ему сказали вставай вперед обувь рару сказали вставай вперед то есть будь имам аллаху и баринского усани халили биталя с мой любимец имею ввиду проксал сам завещал мне три вещь она смогла ты подчиняться говорит слушаться и подчиняться братья отличительная черта хавариджи выход против рейти и все секты варкалуфикум хавариджи в этом вопросе суфисты ашариты матуридиты вот во многих государствах так называемая официальная религия матуридизм но мало кто знает бараков представитель государства что если они окунутся в их книгах то увидят баракуфикум что в их книгах дозволен что выход против правитель и только али сунны из числа тех кто приписывает себя прайдных предшественников не выходит против правителя и субханалу удивительно мы об этих вещах говорим уже много лет и в некоторых республиках когда был переворот то есть нам многие представители власти не верили когда говорю да говорили может быть наверное скорее всего это лично неприязнь рината там и так далее то подобно и когда субхану некоторых республиках произошел переворот представители варкалуфикум так называемые официальные представители начали побуждать людей выходить против правителей так далее то подобное что подтвердило баракуфикум то о чем мы говорим и аллаху алим если еще раз предоставится им такая возможность может быть даже они возьмут и оружие на саллах аляфу аляфи и вот шагов я базар сказал а усани халили биталя с мне мой любимец завещал три вещи она смолоты слушаться и подчиняться валял для обдува валял ли обдин хабашин муджадда латрав даже если это будет эфиопский раб с отрубленными конечностями даже если это будет эфиопский раб сотрудничество с отрубленными конечностями баркалуфикум обратить внимание то есть просто когда мы приводим этих хадис и говорим что здесь касается вопрос правителя на всех уровне то есть абуза рассказал зачем этого раба я буду заменять его пусть он стоит и я буду за ним следовать и привел этот хадис баракалуфикум в каком вопросе в вопросе следования за рабом чернокожим в молитве и это понимание правильных вот это и есть братья саллифия саллифия братья это понимать куран и суну как понимали ее правильные предшественники и вот он использовал этот общий текст которым говорится про слушаться и подчиняться то есть раб же стоит говорит аллаху агвар он же и за ним следует алах сами аллах уже он же следует все что приказывает раб на молитве и мам же как православ сам сказал же юсалюн алейкум они молятся с вами то есть мы должны следовать за имамом и вот у ноты это общий текст которым говорится о подчинении правителю и подчинение рабу хабашинскими сотрудниками То есть кто-то может сказать, да, в хадисе про раба говорится, что если раб взял власть и стал президентом, или сделал военный переворот и стал президентом Аттоп. Но Абузар даже понимал этот вопрос, использовал этот общий экспорт правительства даже в вопросе молитвы за рабом, даже в вопросе молитвы за рабом Баар-Каллауфик. Вот это и есть суть Салифии, братья. И об этих вещах надо говорить. И не обращайте внимания, что какие-то мунафики, лицемеры, безбожники, атеисты, правозаписи будут говорить, что вы прислуживаете правительству и так далее. Нет, мы не прислуживаем правительству, мы поклоняемся Господу, донося его приказы, Баар-Каллауфикум, до общих масс людей. Если так вдруг получилось, что это кому выгодно Баар-Каллауфикум, нашим правителям. Такая она религия, аль-хамду лля, мы радуемся. То есть точно так же Баар-Каллауфикум, представьте, я сейчас возьму Баар-Каллауфикум, например, буду говорить, пророк, что вы скажете о том человеке, который, услышав от меня хадис Проксал-Сэм, где Проксал-Сэм сказал, лучший из вас, тот, кто лучше всех из вас относится к своей жене, и я лучше всех из вас отношусь к своей семье, и скажет, а подкаблучник. Мне теперь перестать рассказывать этот хадис. Это надо каблуком Баар-Каллауфикум по башке этому человеку дать, если есть правитель, чтобы он наказал его за такие слова, что он Баар-Каллауфикум сказал такие слова о хадисе Проксал-Сэм. И это вид кучем пахнет куфром. У Али-Язу бля Алла-Алим, скорее всего, этот человек за такие слова может вылететь из ислама, братья. И точно так же, братья, когда тот или иной человек рассказывает хадисы о подчинении правителям, и при этом говорят кто-то что-то над ним с издевкой, Алла-Алим, этот человек мусульманин или мусульманин. То есть, понятно, да, аналогия, братья? От того, что тебя будут называть подкаблучником, ты перестанешь рассказывать хадисы. И даже аят, Аллах Субхан Алим говорит, «Вааширугун на бельмаруф, хорошо относитесь к твоим женам». Ты перестанешь читать этот аят и доносить его до людей? Нет, Аллахи, как бы тебя ни назвали подкаблучник и подкаблучник, ты должен рассказывать эти аяты, ты должен рассказывать эти хадисы, которые приказывают хорошо относиться нам, к нашим женам, к нашим семьям и так далее, и тому подобное. И точно так же вопрос правления. Ты должен призывать, говорить о том, что мы обязаны подчиняться нашим правителям мусульманинам, кто бы что ни говорил, кто бы, как бы тебя ни называли, какие бы карикатуры на тебя ни рисовали, какие бы гадости про тебя ни говорили. Так, братья Бараку, это суннат улафи халки, таковы они порядки. То есть, Бараку, фикум знает, что если над посланниками издевались, то над наследниками посланников тем более будут издеваться. Аллаху, суннат улафи халки, таковы они говорят, что они проявили терпение, братья Бараку. Вот те, кто веровал, не будьте, как те, кто причиняли страдания мусы. Братья, наш пророк, сказал, мы его обвинили в том, что он несправедливо делит имущество, то есть, называя, по сути дела, это косвенное обвинение правок с волосом, в чем воровстве, так или так. Поэтому, Бараку, фикум тебя будет обвинять тем более, но пусть тебя это не останавливает.